Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Главное – спокойствие. Гражданские активисты Кыргызстана уверены, что милиция не способна обеспечить безопасность президентских выборов в стране. Чем занимается милиция, нам неизвестно. Все мои попытки выйти на связь с министру Истроилову – никакой реакции. Тенге под ударом. Глава Нацбанка Казахстана призвался граждан перестать совершать набеги на пункты обмена валют. Жители страны в свою валюту не верят. Вот он говорил, все нормально, все стабильно, не будет никакой девальвации. И буквально через недели-две валюта развалилась. Мера наказания. Узбекская учительница, проклинавшая детей на уроке, отделалась устным предупреждением. Чиновники считают, что во всем виноваты родители. Полный контакт. Власти Таджикистана в рамках борьбы с насилием хотят запретить смешанные единоборства. Сами спортсмены категорически против. Нельзя убирать этот вид спорта. Он только начал развиваться. Гражданские активисты Кыргызстана сомневаются, что правоохранительные органы способны обеспечить безопасность на президентских выборах. Об этом заявили во время круглого стола представители движения за честные выборы. Они утверждают, что ответственность за неправомерные действия будет лежать лично на министре внутренних дел. С мнением общественников, согласно и в Центр избиркоме страны, по мнению представителя ЦИКа Кайрата Осмоналиева, правоохранительные органы до сих пор не готовы к выборам главы государства. Подробности в репортаже Шавката Тургаева. Сколько раз член Центра избиркома Кайрата Осмоналиев пытался дозвониться до министра внутренних дел, уже и не помнит. Говорит, что вопросов к министру у него накопилось много. Он не уверен, что милиция сможет обеспечить должный порядок на выборах президента. В день голосования, по его мнению, могут произойти различные провокации. Если нужно понимать, до выборов осталось 18 дней поступать разной информацией. Я вот на свой ватсап получаю разную информацию. Я вот в ОШ проехал, посмотрел, сложная обстановка. Даже в ходе проведения этих агитаций тоже есть всякие риски. Чем занимается милиция, нам неизвестно. Все мои попытки выйти на связь министру Истраилову, Боян, да, я не хочу это самое, дёп-дёп, как-то не странно, никакой реакции. Не замминистра, вот дали мне какого-то следователя с главным следственным управлением. И то еле-еле сегодня выпросили, чтобы пришли. Вот это отношение Министерства внутренних дел. Солидарны с ним и гражданские активисты, и член движения «За честные выборы». Ответственность за безопасность должны нести все правоохранительные структуры, в том числе гемпрокуратуру, считают они. Кроме того, на этой неделе движение проведёт марш «За честные выборы». Милиция, в свою очередь, должна уважать конституционные права участников. Не должно быть никаких задержаний. 30 сентября пройдёт марш гражданских активистов. Я хочу предупредить МВД. Это будет мирный марш. Поэтому вы не имеете права задерживать его участников. Если такие задержания произойдут, мы должны предупредить, что и министр внутренних дел, и люди, проводившие задержания, будут нести ответственность. Потому что наше право проводить митинги и марши защищено Конституцией. Члены движения «За честные выборы» вплоть до дня голосования будут собираться и обсуждать различные вопросы, будь то нарушение правил агитации или выборного законодательства. Иными словами, они проводят мониторинг. Все свои замечания они будут предоставлять общественности. Казахстанский министр информации Даурен Абаев, вероятнее всего, пользуется непроверенной информацией. В Нижней палате парламента Мажелеси сейчас обсуждается законопроект об информации и коммуникациях. Чтобы объяснить необходимость поправок к действующему законодательству, министр даже записал видеообращение и опубликовал его на Фейсбуке. В нём Абаев заявил, что журналисты публикуют непроверенные материалы. В качестве примера министр привёл публикацию интернет-издания «Лады Кейзет», которая на самом деле в своей статье опровергла фейковую новость. Но министр не стал перепроверять эти данные и обвинил законопослушное издание в распространении лжи. С нами на связи наш корреспондент в Астане Айнур Коскина. Айнур, здравствуйте. Как отреагировали казахстанские журналисты на обвинение министра Абаева? Динара, здравствуйте. Действительно, так называемое видеоразъяснение Даурина Абаева вызвало бурное обсуждение среди журналистов сотрудники различных СМИ в недоумении, почему министр информации и коммуникации привёл в пример именно эту публикацию Мангистауского регионального портала «Лады Кейзет». Давайте сначала посмотрим этот фрагмент. Приведу наглядный пример. Новость о якобы 14-летних молодожёнах Мангистауского области, которые на самом деле оказались совершеннолетними и хоть и выглядели моложе своих лет. СМИ не только выдали непроверенную информацию, но и опубликовали фотографии молодых людей. После этого в адрес молодожёнов хлынула волна критики и даже оскорблений со всей страны. Пойдя на поводу слухов, СМИ заметно осложнили жизнь молодой пары. Почти неделю это видео обсуждали в социальных сетях. Но, как ни странно, об этом случае в казахстанских СМИ не вышло ни одной публикации. Сам министр прокомментировал этот инцидент вот так. Я ссылаюсь на тот момент, что «Лада» опровергает эту. И я «Ладе» благодарна за то, что она опубликовала о том, что журналисты узнали, что это не 14-летние люди и опубликовала эту информацию. Эту информацию я сослался, это же хорошая информация. Все, что говорилось до этого, что журналисты раздули это, я не стал это публиковать. Но на самом деле так оно и есть. В смысле, что журналисты раздули? Некоторые журналисты опубликали информацию, что молодожены являются несовершеннолетними. Мне не удалось записать интервью с представителями «Лада КиЗ» издания находится на западе страны, в городе Актау. Руководитель издания Геннадий Скорогленко сейчас в командировке. В телефонном разговоре он сказал, что был, цитата, «огорчен и расстроен после выхода этого видео». Тем временем журналистское сообщество ждет от министра извинений. На мой взгляд, это просто парадокс, что министр, который говорит о том, что нельзя давать фейковые новости, в это же время, получается, сам занимается дезинформацией. Не прошло нигде, что Лада молодцы, что журналисты помогли обличить эту фейковую новость. Наоборот, министр обвиняет журналистов в том, что они создают такие ситуации. Теперь же министр, говоря о том, что он имел в виду совсем не то, что говорил, лукавит еще раз. Поэтому я не могу говорить за журналистов Лады, но все-таки мне бы хотелось, чтобы Даурин Абаев принес извинения журналистам. Стоит отметить, что в новом законопроекте о информации и коммуникациях впервые вводится понятие официальное обращение. Журналисты и юристы пытаются выяснить у разработчиков Министерства информации и коммуникации, можно ли расценивать видеоразъяснение Даурина Абаева как официальное обращение. И как на такие обращения надо отвечать. Динара. Спасибо, Айнур. В Казахстане продолжает дешеветь национальная валюта. За последние 4 месяца она ослабла более чем на 30 тенге по отношению к доллару. Но власти страны настаивают, что никаких оснований для паники нет. В частности, глава Нацбанка Казахстана Даниэр Акишев заявил, что, цитата, «макроэкономическая ситуация хорошая. Вполне вероятно, что тенге может укрепиться». Он также призвал граждан прекратить совершать набеги на обменные пункты валют. Прислушаются ли казахстанцы к мнению главного банкира страны? Репортаж Дмитрия Белякова. Глава Нацбанка Даниэр Акишев настойчиво посоветовал казахстанцам не пытаться заработать на колебаниях курса тенге. Более того, главный регулятор подчеркнул, что покупатели иностранной валюты рискуют остаться в проигрыше. По мнению финансиста, ситуация в стране благоприятна, цены на энергоносители растут, а значит тенге должен укрепиться. «Я еще раз хочу повторить, для граждан и для предприятий, которые на этом рынке пытаются заработать, мне кажется, вот мы это неоднократно повторяли, нет смысла в момент изменения обменного курса бегать в обменные пункты и пытаться на этом заработать, можно и проиграть. Потому что обменный курс, я еще раз говорю, экономическая ситуация хорошая, мы считаем курс тенге переоцененным, и это означает, что вполне возможно, вероятно, что он может и укрепиться. И поэтому те люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше». Тем временем, по данным того же Национального банка, в августе населением было приобретено долларов почти на 60% больше, чем в июле. По мнению специалистов банка, основной спрос на валюту это туристы, денежные переводы за рубеж и распределение личных сбережений. Казахстанцы по-прежнему предпочитают копить в иностранной валюте и доверять прогнозам главного банкира страны не торопятся. «Просто дезинформация, абсолютно. То, что они говорят, не случается. Когда-то говорили, держите все в тенге, не скупайте доллары. Доллар тогда, кстати, поднялся. Он и дальше начинает подниматься. То есть словам верить нельзя сейчас. То есть главе Национального банка я лично не верю». Вот он говорил, все нормально, все стабильно, не будет никакой девальвации. И буквально через недели-две валюта развалилась. «Я склонен верить, поскольку недавно президент заявлял, что нет никаких предпосылок к изменению курса, резкому изменению курса. Это было пару недель назад, поэтому я думаю, что, в принципе, здесь не о чем беспокоиться». «Дело в том, что сейчас людям, я не знаю, доллары скупать сейчас, по-моему, нет средств таких. У большинства людей, в всяком случае, процентов 90, которые не могут позволить себе даже 100 долларов купить в месяц и положить там на счет». По мнению экспертов Нацбанка, резкие скачки курса тенге и ажиотажный спрос на доллары связаны с дополнительными санкциями США к России. Вернее, с ожиданиями их негативного влияния. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард, Генизат Аспанов. Настоящее время. Азия. Учительница из Андижана, проклинавшая детей на уроки, осталась безнаказанной. Напомним, в интернете была опубликована видеозапись, где Негора Маткаримова кричит на детей и осыпает их проклятиями. По следам этого инцидента была проведена спецпроверка. Специалисты Андижанского городского отдела народного образования выяснили, что этот случай действительно имел место. Однако не приняли жестких мер, а ограничились лишь выговором. «О, вот, что с вами есть, а я не считаю, что я не могу больше. Маши махи-то в большом. Маши махи-то в большом». Маткаримовой вынесли устное предупреждение, так как сочли, что причиной агрессии преподавателя стали действия родителей учеников. Они якобы действовали учительнице на нервы и, как следствие, вынудили ее так поступить с их детьми. Как удалось выяснить узбекской службе радиосвободы Озодлик, двое учеников пятого класса были прокляты агрессивной учительницей за то, что те якобы пожаловались на нее своим родителям. Сам инцидент произошел в мае этого года. Репортер Озодлика связался с Маткаримовой по телефону, чтобы получить ее комментарии. Учительница на видео себя опознала, однако в своих действиях ничего предосудительного не увидела. В 1992 году Узбекистан присоединился к Конвенции ООН о правах ребенка. Но, несмотря на наличие международных норм, в республике и в особенности в сельских школах часто наблюдаются случаи оскорблений и даже избиения детей. Новый виток напряженности вокруг корейского полуострова. Глава северокорейского МИД Ли Йон Хо назвал слова президента США Дональда Трампа в адрес лидера КНДР объявлением войны. Как отреагировал Белый дом в репортаже Алена Островской. Новый раунд словесных перепалок высокопоставленных чиновников США и КНДР. Глава северокорейского МИДа назвал объявлением войны резкие выпады Дональда Трампа в адрес Пхеньяна. В частности, после выступления самого Ли Йон Хо на Генеральной Ассамблее ООН, американский президент написал в Твиттере. Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека ракеты, они долго тут не пробудут. Глава МИД заявил, что КНДР будет рассматривать все варианты ответа. Например, возможность сбивать американские самолёты вблизи своих воздушных границ. Белый дом назвал само предположение о том, что США могли объявить войну Северной Кореи, абсурдным. Пресс-секретарь президента Сара Сандерс рассказала о реакции на новые угрозы Пхеньяна. «Это неприемлемо для страны сбивать самолёты другого государства над международными водами. Наша цель та же – мы продолжаем искать мирные пути для сворачивания ядерной программы на Корейском полуострове». В своей речи на Генассамблее ООН Дональд Трамп пообещал полностью уничтожить Северную Корею, если та будет угрожать США или их союзникам. Он назвал лидера КНДР Ким Чинына «человеком-ракетой», который, цитата, «готов покончить с собой и своим режимом». Вы смотрите программу «Настоящее время. Азия». Далее выпуски. Полный контакт. Власти Таджикистана в рамках борьбы с насилием хотят запретить смешанные единоборства. Сами спортсмены категорически против. Нельзя убирать этот вид спорта. Он только начал развиваться. Власти Таджикистана намерены запретить полноконтактные единоборства. Комитет по делам молодежи и спорта Таджикистана подготовил проект решения, которое поставит вне закона секции по девяти видам спорта в стенах школ и спортивных образовательных учреждений. В их числе смешанные единоборства, профессиональный бокс, грепплинг, рукопашный бой и другие. Как отреагировали на это решение сами спортсмены, выяснял наш корреспондент Анушервон Арипов. Смешанные единоборства официально появились в Таджикистане всего пять лет назад и за эти годы обрели огромную популярность. Большинство таджикских спортсменов в боях без правил победители и призеры множества международных соревнований. Как правило, все они пришли из других видов спорта – бокса, борьбы, джиу-джитсу, кикбоксинга. Бои без правил – жесткий вид спорта, так что людей с улицы в нем практически нет. Я выступал в Китае, России в городе Грозном, Чечне и Кыргызстане по джиу-джитсу. Недавно комитет по делам молодежи и спорта предложил правительству проект закона по запрету смешанных единоборств и других полноконтактных видов спорта в стенах школ и спортивных учебных заведений. В предложении особо подчеркивается, что документ подготовлен с целью предотвращения насилия, недопущения унижения чести и достоинства спортсменов, оскорбления личности. Информации на веб-сайте очень мало. Непонятно, чем спорт унижает человека. Только объявления. Именитые спортсмены и тренеры могут обратиться в комитет со своими предложениями или дополнениями до 30 сентября. Пока чиновники комментариев и интервью не дают. Спортсмены с запретами не согласны. Веских причин для этого нет, говорят они. Ни статистики травм и смертей, ни каких-либо серьезных правонарушений среди бойцов не зарегистрировано. А их победы на международных соревнованиях поднимают авторитет Таджикистана. Я занимаюсь всего 4 месяца. И мне нравится этот вид спорта. Я хочу поднять флаг Таджикистана на международных соревнованиях в будущем и порадовать весь наш народ своими выступлениями. Нельзя убирать этот вид спорта. Он только начал развиваться. Практически все достижения таджикских бойцов в смешанных единоборствах – заслуга энтузиастов. Господдержки у них никогда не было. Залы, спортинвентарь, оборудование и выезды на соревнования стали возможными только благодаря привлечению спонсоров. Сегодня у нас появились хорошие условия. С 2012 по 2015 год таких условий не было. В последние 1-2 года у нас стали открываться тренировочные залы с необходимым оборудованием. Приезжают тренеры из других стран и результат налицо. По словам самих спортсменов, в проект, скорее всего, будут внесены дополнения. Время и количество боев будет регламентировано. Внесены элементы техники безопасности и возрастные ограничения. Анушир Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. Таджикистан. Для женщин-предпринимателей Таджикистана в нескольких банках страны будут открыты специальные микрокредитные линии. С этого решением в стране стартовала программа Европейского банка реконструкции и развития «Женщины в бизнесе». Общий объем выделенных средств – 10 миллионов долларов. Из них 1 миллион пойдет на кредитование женских или управляемых женщинами предприятий. Остальные деньги получат мелкие индивидуальные предпринимательницы. По данным Европейского банка, возглавляемые женщинами предприятия в Таджикистане постоянно сталкиваются с дополнительными препятствиями. Женщинам сложнее получить рабочие места в малом и среднем бизнесе. Из 200 тысяч зарегистрированных в государстве малых и средних компаний только 26% управляются женщинами. По словам экспертов банка, это связано с гендерным неравенством и отсутствием должного уважения к занимающейся бизнесом женщине со стороны проверяющих структур, чиновников и даже банковских служащих. Однако эксперты подчеркивают, что и самим женщинам есть чему поучиться. Помимо прямого финансирования, я полагаю, очень важно получать практические советы по ведению бизнеса. Мы также намерены проводить такие консультации. Женщины-бизнес-леди сталкиваются с различными вызовами. Доступ к деньгам – лишь один из них. Недостаток бизнес-литературы, финансового менеджмента, бизнес-планирования, практические навыки ведения дел. Помимо кредитной линии, в рамках проекта для предпринимательниц будут проводить и специальные мастер-классы. На этих занятиях женщины научат, как правильно составлять бизнес-планы, вести дела, подавать отчетность и даже платить налоги. Сегодня такие курсы особо актуальны из-за невысокого уровня грамотности и образования. Сергей Хиршвельд. Настоящее время. Азия. В Кыргызстане впервые открылся музей современного искусства. Впрочем, официального открытия арт-галереи еще не было. Пока это всего лишь бывший завод по производству линолеума. Для того, чтобы объявить о своей грандиозной задумке, организаторы решили провести экспериментальный показ. Они выставили картины прямо в разваливающихся цехах завода. Работы посвящены теме посттаталитаризма, поэтому антураж оказался как нельзя уместным. На выставке побывал и наш корреспондент Джибек Бегалеева. Из всех картин этой экспозиции в советское время написано лишь две. Изображения оголенных женских торсов тогда официально выставили лишь однажды, да и то в конце 80-х. На публичной выставке Константина Шкурпелу звали редко, а если это и случалось, художнику всегда доставалось за антисоветчину. Работы строительные на тюрморты 83-84 года я выставил. Ну, такой даже скандальчик был небольшой. На советские стройки, в частности, в Казарман, я там ведра нарисовал всякие, мятые там еще, ну, типа то, что я разрушаю, так сказать, принципы социалистического реализма. После 90-х Шкурпелу мог уже писать что угодно. Модная тема посттаталитаризма в искусстве внезапно стала популярной. Советский андеграунд вдруг стал доступным для всех. Серия лжемузыкальных инструментов, на которых на многих написан текст «Мы должны воспитать человека, который обязан быть счастливым». Вот, скажем, в 37-м году это принадлежит фразе Макаренко. Вот Макаренко в 37-м ее году сказал, а в 37-м году были самые большие репрессии. Поэтому вот это вот противоречие, что мы говорим красиво, но делаем другое. И здесь то же самое. У него вид музыкального инструмента, но на нем нельзя сыграть музыки. Работы Константина Шкурпелы выставили в Первом музее современного искусства в Кыргызстане. Огромное здание завода по выпуску линолеума еще предстоит отремонтировать. Хотя советская конструкция аутентична настолько, что непонятно, где здесь арт-объект, а где просто старый пожарный щит с торчащей стены трубой. Тут художнику будет очень тяжело конкурировать с этим зданием, потому что рядом, вот смотрите, вот стоит картина и вот рядом арт-объект. И у тебя волей-неволей взгляд переходит вот сюда. Это совершенно потрясающе. Такое ощущение, что это как будто нашли какой-то древний объект, раскопали, как археологический. И я тоже ребятам, кто этим занимается, говорю, главное тут ничего не трогать. Некоторые работы Шкурпелы даже не совсем картины. Это то, из чего состояла жизнь всех советских людей. Вот рецепты из обычной кулинарной книги. На них разделочные доски с социалистическими лозунгами. Их вариаций в картинах художника не счесть. Есть цитата, да? Типа вот партия сказал, ты должен выполнить. Вот советская эпоха. Обязан по частям? Ну, обязан. Ну, написано же обязан. Хочешь, не хочешь, ты будешь обязан. Ну, я представляю, что как это было, вот сама жизнь как-то была мрачная, может быть, да? И при этом еще тебя заставляли быть счастливым. И как ты будешь в мрачном стране быть счастливым. Все это, по словам Умиды Ахмедовой, кинодокументалисты из Узбекистана, она уже когда-то видела, слышала и читала. Вот только сейчас многое на этой выставке ей кажется до боли знакомым. Эпоху постталитаризма, которой посвящена экспозиции, говорит Умиды, вновь и вновь переживает многие страны бывшего СССР. Ну, можно не только Узбекистан говорить, по-моему, и Туркменистан, говорит, и, к сожалению, Россия, говорит, вы еще, не дай бог, вы тоже к этому придете, не дай бог. Тоталитаризм вообще не кончается, у меня такое ощущение, то есть один просто переходит в другую. У нас сейчас тоже нету никаких иллюзий, там, а, Мерзияев, о, теперь ура, все, теперь у нас совсем другая жизнь. То есть нет, мы четко уже сейчас видим, шаг за шагом, то есть это все равно, в общем-то, немножко модернизированный какой-то тот же талитаризм. Обычные посетители в музей пока не смогут попасть. Открыть объект организаторы планируют примерно через год. За это время приведут в порядок не только саму арт-площадку, но и территорию вокруг. Инвесторы, которые выкупили линолеумный завод, хотят построить здесь школу-интернат для одаренных детей. В будущем, по их задумке, в музее будет самая большая коллекция картин, посвященных эпохе постталитаризма. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!